Жители одного из микрорайонов Караганды вынуждают освободить гаражный массив. Люди выступают против. Им некуда переставлять металлические конструкции. И дворы многоэтажек без того переполнены автомобилями. Людмила Батюшкина встретилась с возмущенными гражданами. В этом массиве 200 гаражей, им больше 30 лет. Но полгода назад на воротах появились объявления с требованием убрать гаражи, иначе их снесут. Жители даже подавали в суд, но проиграли. Все они закрыли, перегородили. У меня доступ к картошке, своей картошке не могу. Вот у проблем. Я говорю, вот мелочь. Для меня это не мелочь, конечно. При таких ценах я летом работал, все это выращивал, и у меня запасы там. В 2003 году владелец одного из гаражей оформила договор долгосрочной аренды на землю под гаражным массивом. Ухаживала за территорией и собирала плату с остальных. А после за 41 миллион тенге продала право аренды компаний «Таукенбилдинг». Те заявляли, что возведут здесь жилой комплекс. Мы давали людям право прийти, забрать и перенести, куда он захочет. Но только перенести гаражи некуда. Вся земля давно занята. Раньше было много парковок, но на их месте сейчас дома. Машинами забиты все дворы. В этом спальном районе давно не могут передвигаться ни скорые, ни пожарные. Целевое назначение спорного участка – прежняя эксплуатация металлических гаражей. Изменение целевого назначения – это является государственной услугой. Есть стандарт в госуслуге и есть порядок. И согласно данного порядка решение принимается коллегиально. У нового собственника пока нет разрешений на какую-либо стройку, говорят в отделе архитектуры и градостроительства. Когда я прошел, было много согласованных проектов. Это тоже, видите. И сейчас, да, я разбираюсь, пытаюсь понять. Не просто понять, а найти выход. Выходом из ситуации власти видят строительство подземных парковок. Вот только цена на них доходит до нескольких миллионов. И немногие карагандинцы смогут позволить себе такое. Решения проблемы с гаражным массивом пока нет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.